Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей проблемой, давайте попробуем понять, что произошло, что происходит с вами и попробуем ответить вам на ваши вопросы, которые вы задаете. Вопросы очевидно для вас очень важный, раз вы его задаете. Итак, может ли мужчина называть женщину, может ли мужчина считать женщину другом, да? Если он с ней спит. Может, по той простой и достаточной причине, по тем простым достаточным основаниям, что мужчина это существо предметно, существо логики. Это существо классической мужской логики. И если он с женщиной спит, то секс для него это просто секс. Просто секс и ничего больше. Вообще ничего больше. Мужчина может относиться к сексу именно как к самодостаточному, но при этом эмоционально отделенному от других процессов деятельности. Он может воспринимать секс как обособленное такое занятие. Он может воспринимать секс как средство для удовлетворения своих потребностей. Ну, исключительно как предство для удовлетворения своих потребностей. Мужчина может искренне считать, что он занимается с вами сексом по обоюдному согласию. То есть он искренне может считать, что вы с ним как бы согласились заниматься своим сексом, согласились вступать с ним в единую связь абсолютно добровольно. И мужчина наивно полагает, что вас все устраивает. Просто потому, что вы так ему сказали. Просто потому, что вы так до него это донесли. Просто потому, что мужчина воспринимает то, что видит. То обратную связь, которая для него очевидна. То есть мужчина не думает здесь, не анализирует и скорее всего даже представить себе не может, что вас чем-то не устраивает его отношения. Он даже представить себе не может, что вам не нравится его поведение, что вы хотите чего-то большего. А как? Как вы можете хотеть чего-то большего, если у вас вначале ничего не было, думает мужчина. Другое дело, что вы ведь могли ситуацию как-то повернуть под себя. То есть вы могли не допускать этого, вы могли не доводить до этого, вы могли не вступать в отношения с мужчиной без обязательств. Но вы это сделали, вы это сделали. И мужчина, он убежден в том, что все в порядке, что вас все устраивает, что все нормально, что обоюдное согласие достигнуто. И в общем-то, как бы все в порядке. Доверие. 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 Доверие мужчины к вам, может быть, может быть доверие к вам, у мужчины. Вот. Но это по большому счету ничего не значит, потому что он может доверять вам как, ну как своему сексуальному партнеру, например. Но при этом он может не видеть вас больше никого. Опять же, брод это брод, потому что он с вами спит. То есть, мужчины, они разделяют, они разделяют, подразделяют, так сказать, вот женщину для секса и женщину, например, для, там, духовных отношений и так далее. Вот. Значит, на протяжении двух лет. Но на протяжении двух лет, если это происходит, то можно возникнуть только привычка. По факту. Вот по факту, можно возникнуть только привычка. То есть, он привык с вами спать, он привык с вами, ну, вот так вот взаимодействовать, взаимодействовать, да, он привык удовлетворять свои потребности, ну, через вас, через взаимодействие с вами. Он привык удовлетворять свои потребности. Но при этом удовлетворение своих потребностей, это не означает, что у него к вам числа. То есть, да, мужчина может, может мужчина переживать. Да, может мужчина испытывать дискомфорт. Если, например, ну, например, например, если вы, допустим, перестанете с ним в эту связь вступать. Да, мужчина, мужчина может испытывать дискомфорт из-за этого. Да, ему будет неприятно, ему будет, может быть, ну, отчасти, тяжело принять, да, тяжело принять тот факт, что вы, допустим, больше не с ним. Ну, например, это просто, знаете, как такой банальный пример можно привести. Но имеет ли это отношение к любви? Нет никакого. Вы изначально себя, вы изначально себя поставили таким образом, таким образом, что, значит, ну, зарекомендовали себя, как, ну, как человека, с которым можно, можно вступить в отношения, да, вот, и, соответственно, если это происходит так, то есть, если вы вот, ну, если вы зарекомендовали себя подобным образом, то, соответственно, соответственно, можно, можно говорить о том, что по-другому мужчина вас уже вот принимать не сможет, просто не сможет, понимаете, вот, и поэтому именно вот из-за этого, именно по, ну, по данной причине шансов, шансов на то, что мужчина испытывает к вам что-то серьезное, очень мало. И здесь я бы вам рекомендовал бы, конечно, вот в первую очередь не надеяться, да, не ожидать каких-то вот таких моментов, а просто посмотреть, 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 а, устраивает ли вас такое отношение его к вам или нет. То есть, если не устраивает, да, если не устраивает, то, соответственно, соответственно, лучше не надо, лучше не надо, лучше не стоит, да, лучше, лучше не нужно с ним быть в отношениях вообще, вот. А, значит, если вас устраивает, ну, соответственно, почему, почему бы тогда и нет, почему бы тогда и нет, то есть, это, в принципе, логично, да, это, в принципе, логично, в принципе, это адекватно, я бы сказал, да, вот. Но надеяться, надеяться, надеяться не стоит, надеяться не стоит, надеяться не стоит, потому что, а, если это два года продлилось, то это так и будет длиться. То есть, это не изменится, это не исчезнет и не уйдет, к сожалению, вот, по крайней мере. Понимаете, да, о чем мне притчу, я надеюсь, вот. Значит, другой вопрос, другой вопрос, другой вопрос, почему вы вообще в эти отношения вступили? Другой вопрос, как так получилось, что вы вообще позволили себе вступить в эти отношения? Такие вот, я бы сказал, ну, может быть, знаете, не совсем здоровые, да, отношения, не совсем такие вот, полноценные, равноправные, да? Вот. Это вот уже другой вопрос. То есть, вас что-то заставило, вас что-то заставило в этих отношениях быть. Вот. И, соответственно, что это? Либо это страх остаться одной, например. Либо это занятие на самооценке, например. Ну, например, это просто как пример, может быть. То есть, причин здесь, причин. В принципе, может быть довольно много, довольно много причин. Вот. Вот. И по моему мнению, по моему мнению, ага, ну, эти причины вам следует проанализировать. Обязательно. Потому что, ну, вы обесцениваете себя, вы обесцениваете свои качества, вы обесцениваете, ну, вообще, вы обесцениваете саму себя таким образом. Понимаете? И мужчина, он не будет, он не будет вас как-то больше любить и ценить из-за этого. Он не будет больше уважать вас из-за этого. Понимаете? Вот. Поэтому, я надеюсь, я надеюсь, что вы учтете эти моменты, учтете эти факторы и обязательно их проработаете. То есть, либо самостоятельно это сделаете, либо с помощью психолога. То есть, это на самом деле, на самом деле это не так уж и важно, как вы будете это делать. Но, тем не менее, это важно сделать. Потому что сейчас, сейчас вы находитесь, сейчас вы находитесь в нездоровых отношениях. И, соответственно, именно поэтому вы задаете вопрос. Если вы не сможете выйти из этих отношений. Да? То, соответственно, если вы не сможете выйти из этих отношений, вам это будет так и продолжать вредить. И счастливой быть вы не сможете. Поэтому, соответственно, что делать в этой ситуации решать только вам, я надеюсь, только что решение вы примете верное, решение вы примете адекватное. Ну, чтобы оно вам все-таки не вредило, да, чтобы решение было все-таки адекватное именно вашим желанием. Ну, и переставайте отходить немножечко от, знаете, от такого идеалистического и фантазийного восприятия отношений. И переходите к более такому, к более реалистичному, к более реалистичному виду отношений. Переходите. Потому что в противном случае вы рискуете очень, очень сильно. Вы рискуете обжечься и так никогда в своей счастье не встретите. Ну, вот серьезно, вот что указывает на то, что этот человек, да, мужчина. Что указывает на то, что этот человек воспылает к вам доверие. Вот сами подумайте, что указывает на это. А что указывает на то, что вы хотите, чтобы он воспылал к вам доверие. Понимаете, да, вот эту вот разницу. Так, ну, возьмите, возьмите ситуацию, наконец-то, возьмите ее в свои руки. Представьте зависеть от другого человека. Представьте свои желания, свои потребности связывать только с ним, только с одним мужчиной. И адекватно, адекватно воспринимайте то, если человек вами пользуется. Представьте, если он вами пользуется, вы это позволили ему, значит, все в порядке, вы согласились. Если вы не согласились, если вам неприятно, то, соответственно, не находитесь в этих отношениях. Но совершайте выбор. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.